Дрюна или как? Не знаю, как вас простить, если я не... Что ты сказал не так? Нет, вафельным не терли, мне такого не было никто. И сейчас тоже... Не верят тебе на сколько. Ну, реально. Я шучу, реально. Работаешь, учишься. Я работаю, и я не учусь. А можно на краю жизни, царь, 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 да, можно. Потому что мы сейчас будем доводить эфир до просто разоблачения жесточайшим, что у меня просто один человек здесь остался. Не понимаю, что тут такое происходит. Я бы тоже не против с тобой в реале познакомиться. Блин, спасибо большое. Конечно, познакомимся обязательно со всеми. Дрюня, бля, понял? Понял, бля, Дрюня зовут. Классно. Классно, весело, зато что-то трудно. Заберите меня с Оренбурга куда-нибудь в другое место. Знаете, я вам так могу сказать. Много кто мне пишет и говорит, заберите меня, пожалуйста, только с Оренбурга. Если я заберу с Оренбурга сюда, вот сюда, и вы будете находиться рядом со мной, того, кого я заберу, этот человек просто погибнет. Он сразу уедет не только в Оренбург, он уедет, я не знаю, в Казахстан сразу. На кладбище. Да, потому что, что у меня происходит, это пимпец. Поэтому забрать мне кого-то, наверное, тяжеловато. Без бороды лучше сразу школьником стал. Блин, ну, школьником тоже надо иногда побыть. Молодым охота быть. Уже старым зачем? Никто старым не хочет быть. Все хотят быть молодыми. В Ёшку приезжает, тут пью вкусно. В Ёшку? Ёшка Раул, что ли? Обязательно, если приеду. Слышали новую песню Хамарина Вейс? А мы слышали. Меня тоже заберет. Ребят, если я заберу кого-то, я тут уже попытался кого-то одного забрать, до сих пор не могу вывести. Одного я забрал, человека близкого. До сих пор не могу вывести эту историю. Я забрал. Ну, не вывожу реально вообще, ни по каким фронтам ничего не вывожу. В общем, нельзя песню слушать. Короче, я сейчас вел эфир, это, наверное, вот третий. И заблокировали, представляете? Я слушаю музыку. Инстаграм распознает то, что это чья-то аудиозапись. И она кому-то принадлежит. И тут же сразу завершает эфир и блокирует. Поэтому, если завтра меня не будет вообще в принципе в сети, и я умру, знайте это дело в рук инстаграма. Они заблокировали меня, потому что я пел хабалиново и... Хабалиново и приехали. Навали, похавали, навалили. У нас в городе утечка хлора, это капец. Блин. Серьезно? Утечка? Чего утечка? Хлора? Блин, ну это, конечно, да. Это, конечно, вообще, ну, блин, плохо. Чего? Волга тут супер течет. Блин, ребят, как классно. Вы реально со мной общаться начали, блин. Это очень круто. Кто-то уже делится, представляешь, своим проблемам. Какой-то хлорка течет. Кто-то Волгой переливает. Вообще нормально. Классно. Вообще круто. Спасибо. А фляга ни у кого не течет. Фляга у меня течет. Фляга у меня брызгает просто. Сапар, привет. Мой криптовалютный друг. Вот, кстати, человек, который вообще криптовалютчик до мозга костей. Верит в Ripple. Брат, не продавай Ripple. Ripple будет стоить нормально. Два доллара точно. Вот, а с правой стороны это не подруга. Не подумайте. А ты из Оренбурга родом? Я родом, да, из Оренбурга. Дрюнь. Брат. Или кто ты? Ну, наверное, брат. Или сестра. Дрюня, да? А чё в Н? Это как это? Как ответить тебе? А чё в больнице-то лежал? Не корона? Короной заболел, да. Три дня, в общем, я лежал. Короной. И мне сказали, всё, чувак, ты умрёшь. Мне сказали, что три дня у тебя, сейчас будем ложить тебя на ЭВЛ. И я решил, ну, выйти вот последние три дня, всех позаражать. А потом спокойненько на ЭВЛ просто упасть туда. И нормально. Этот парень заслуживает много-много лайков, хороших слов. Блин, спасибо большое, Ангелина. Очень приятно. Ты тоже заслуживаешь многого. Короче, сказали, чтобы ты не смеялась. Сказали, чтобы ты вообще не смеялась. Мы правильно едем? Чё там пишут? Да, чтобы ты не смеялась вообще, даже не пыталась это сделать, потому что людям плохо становится сразу. А то его смех. Те, в общем, я бы сейчас показалась, но не буду, ладно. Конечно, не будешь, ладно, а то иначе сразу вот выйдешь в окно. Да, конечно, больше всего из нас смеха. Зачем, когда кто-то появляется, ты начинаешь сразу оперировать? Я же с тобой не вхожу в эту зону манипуляций. И вот это вот, а-а-а, у-у, чё, кто круче? Круч? Понятно. Да, я же не знаю. Да, понятно. Друзья, вот я, в общем, я сегодня решил, чтобы у меня весь Инстаграм, все мои друзья, все мои подписчики зашли, посмотрели и ушли. Именно поэтому... Хорошо. Именно поэтому я вышел, чтобы со всеми с вами поздороваться, сказать всем привет. Спасибо за то, что вы вообще у меня есть. Спасибо вообще за то, что я есть. Начинает чувак просто. Всё, уже под наркотой. Направишься? Ничего нет, ещё прям. В Оренбург не скоро произойдешь? Честно, хочу в Оренбург, я прям мечтаю. Я прям закрываю глаза, у меня Оренбург сразу. В Казани был? Не был. В Казани не был. Да вообще, в принципе, я нигде не был. Куда едете, давай выкладывай. Едем, я её домой просто довезу и сам домой тоже пойду. Всё просто, понятно. А вот здесь? На заправке? Подожди, подожди, подожди. Она просто на заправке живёт. Сестра на заправке живёт. Нормально всё. Вот сейчас здесь. Брат, как твои... Вот вроде бы бочина отошла. Бочина отошла. И потом сразу налево. Хорошо, обязательно. Бочина отошла. Грант, спасибо большое, брат, за то, что переживаешь искренне. Ну, вроде сказали, жить буду. Поэтому надеюсь, что всё будет хорошо. Потому что у меня есть такая большая поддержка. У меня реально поддержка только от вас. Только от Инстаграма, только от людей, которые меня знают. Либо которые на меня подписаны. Только от остальных, все. Это вообще не поддержка. Никто, в общем, никому я не нужен. И один одиночка будет. Что-то ты не сестра Минька. Больше. Да шучу я. Давай, иди беги, я здесь стою. Эээээ... Капец. Все подарки... Капец, я испугалась. Я телефон ставлю, не буду. Хорошо. Так. Грант, расскажи мне... Ничего себе! Рустам. Рустам Сарсенгулов. Серьёзные люди города Ясного. Смотрящие. Присоединились к нам. Привет. Рад видеть всех. Спасибо. Слава ему! Короче, третий раз уже веду... Это, короче, часа три подряд уже я веду эфир. И я хочу, чтобы один человек смотрел этот эфир. Но, походу, такого не будет. Мне очень приятно, что вы смотрите, уделяете время. Витёк Свирин, расскажи мне, пожалуйста, что случилось? Ты почему не спишь? Время час ночи в Оренбурге, а вы не спите. По-любому, Саня, сидите и с Максом меня смотрите. Кстати, там у малых день рождения, а я не поздравил, да? Я такой вот плохой. Но я что делаю? Добрый вечер. Добрый вечер. У нас, в общем, пандемия. Кстати, кто где находится, у кого какие ограничения есть? Можете рассказать по поводу коронавируса? Потому что в Москве очень смешно наблюдать, когда по QR-коду можно только зайти в кафе куда-то и так далее. Все люди сидят на летниках, на верандах. Но ничего не работает, насколько я знаю. Я не знаю. Я не хожу, никуда не тусуюсь. Я вообще, в принципе, не знаю ничего. Ой, всё понятно. До свидания. Понятно. До свидания. Когда увидимся? Брат, да в любой момент надо просто списаться. И вообще не вопрос. Увидимся, что нет. Мы в Геленджике отдыхаем. Всё, топ, всё работает. Кстати, я, в общем, общался с человеком, который в Геленджике находится. И в Геленджике, ребят, чтобы вы понимали, никаких ограничений нет. Хотя вспышка в Геленджике, насколько я знаю, также есть. Заварка, работа плюс QR. А, они пришли, да, по обходу пойти, по другой стороне. Ставрли то же самое, как и в Москве. В общем, в городах во всех QR-код и всё плохо и так далее. А в городах-курортах всё хорошо, я так понял, да? Ты же Гранд в Анапе, да, по-моему? Или ты где находишь там, я что-то смотрел? А в Сочи ограничения есть какие-то? Грин, я вот честно про Сочи, я не знаю, не могу сказать. А у вас прививки принудительно заставляют делать? Я не знаю, я вот живу, меня не заставляет прививка никакой делать. Да я, в принципе, не сторонник, ну, я не сторонник того, чтобы идти делать. То есть, я не хочу делать прививки. Поешь летом отдыхать? К сожалению, я летом отдыхать не поеду, никуда. Мне нужно работать много. В Самаре нет ограничений никаких. Ну, вот в Самаре нет, в Оренбурге, походу, тоже нет никаких ограничений. Друзья, в общем, хотелось бы поделиться с вами информацией и сказать о том, что мы находимся под жестким пристальным прицелом, под коронавирусным. И все будет не очень, ближайшее будущее. Те люди, которые думают, что все будет хорошо и все изменится, ничего хорошего не будет. Коронавирус из нашей жизни не уйдет. Потому что этот вирус создан немного с другими понятиями, те, которые стоят за ним, более глубже. Виктория, здравствуйте. Ален, здравствуйте. Ксюша, я занимаюсь криптовалютой. Можете переходить, писать мне, я вам все расскажу и объясню. Ничего себе, что за музыка здесь играет, серьезно. Я думал, что такого не произойдет и не случится. А мы можем резко все взять и выйти, чтобы у меня прям вообще... Один человек такой прямой эфир смотрел, такой вот он может. В Конаково нет ограничений никаких, да? Здрасте, здрасте. Будь здоров, не болей. Спасибо большое. У меня вся семья переболела, похоже. Анализы. Я, наверное, тоже болел, но это был сентябрь, наверное, или октябрь. И я не понял, что я болел. Ну, наверное, я подумал, что это корона. Ну, в больнице мне ничего не сказал. Вот так. Поэтому желаю всем здоровья, не болеете. Я уже устал, наверное, с дымом эфира. Тот единственный момент в своей жизни, когда я устал с дымом эфира. Я уже не знаю просто, что говорить, как вести. Дим, как дела твои? Бочина не болит. Голова. Постричься только надо. А так. Голова, руки. Вот первая, вот вторая. Ноги тоже есть. Кредиты тоже есть, конечно. Вот поэтому. Без этого никак. Вот поэтому. Сказать, что хорошо. Хорошо, наверное, потому что я живой. Я не лишился почки, потому что если бы я лишился почки, наверное, это было бы плохо. Я живой, здоровый. Ну, относительно здоровый. Здоровый? Я что? Как не здоровый? Здоровый я вообще нормально. Каждый день в зале. Я живу в зале. Конечно, я здоровый. Красавчик. Спасибо большое. Ты тоже. Блин, ну эта песня лучшая. Спасибо. Спасибо, Ален. Поздравляю, что все органы на месте. Спасибо за поздравления. Очень приятно. Очень приятно. В общем, прошел эфир трехчасовой, наверное. Все те, кто могли, вообще уже покинули этот эфир. Остались просто самые беспредельные люди. Вообще, я уже сам устал. Мне кажется, ну... Альберто Витясян. Город Ясный. Парень номер один. Здравствуйте. Куда же без кредитов? Это самое родное. Никогда не кинет. Да, именно так. В общем, друзья. Спасибо всем большое. За то, что вы меня выслушали. Вы делали время. Да. Мы вот будем заниматься и работать. И радовать вас новыми песнями. С Хамалиновой, да? Короче, я понял одну историю. Суперите, вырубят в упрямую. Нет, смотри. Смотри, кто зашел. Самый серьезный парень. Смотри, ты видишь, его зовут? Воу. А РМ Воу, видишь? Самый опасный человек. Брат, слушай эту песню. Смотри. Субтитры сделал DimaTorzok